Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа советский футбол. Яркие цвета на сером фоне. Начнем с другой темы. В этом году исполнилось 65 лет со времени первой публикации романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Он вышел в Милане на итальянском языке в ноябре 1957 года. На русском книгу издали лишь через год в Голландии, а затем и в других странах. В 1958 его читала в эфире Радио Свобода. В том же году Пастернак был удостоен Нобелевской премии. В СССР роман впервые был опубликован только в 1988. Пик популярности в мире был достигнут благодаря его экранизации. В 1965 году американской компании «Метро Голдвин Майер». Работа режиссера Дэвида Лина, удостоенная пяти Оскаров, занимает восьмое место в списке самых кассовых американских фильмов. Особой популярностью картина до сих пор пользуется в Испании. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий. Феномен Доктора Живаго поистине уникален. И хотя сам роман в Испании читали немногие, эта страна, в общем-то, не особо читающая, вряд ли здесь найдется человек, который хотя бы пару раз не посмотрел снятый по нему фильм. В свое время премьера Доктора Живаго вызвала огромный интерес в этой стране, где еще была свежа память о собственной гражданской войне, во многом схожей с той, что довелось пережить героем картины. Фильм по сей день регулярно демонстрируется по местным телеканалам. Имя главной героини Лары, именно Лары, а не Ларисы, давно вошло в список наиболее популярных женских имен и употребляется наравне с традиционными для Испании «Кармен» или «Мерседес». По-прежнему в моде называть этим именем кафе, рестораны, магазины и предприятия бытового обслуживания. Крупнейшая автошкола Испании, у которой только в Мадриде 55 отделений, тоже носит имя Лары. Испанцы гордятся тем, что именно в их стране осуществлялись съемки Доктора Живаго. Они считают картину наполовину своей, учитывая, что в ее создании приняли участие тысячи граждан страны и как рабочие декораторы на съемочных площадках, и как художники, гримеры, и как участники массовых сцен, каскадеры и так далее. Еще не так давно в провинции Сори, в 200 километрах к северо-востоку от Мадрида, где снимались многие эпизоды Доктора Живаго, существовал туристический маршрут по местам, запечатленным в картине. По нему можно было прокатиться на старинном поезде с паровозом, аналогичным тому, что использовался на съемках. О фильме рассказывает испанский режиссер и кинокритик Хосе Луис Гарси. «Доктор Живаго» режиссера Дэвида Лина – великолепный фильм. Кроме того, по ряду обстоятельств многие из нас, испанцев, считают его своим. Ведь эта картина практически целиком снималась в нашей стране при содействии испанской киностудии «Цеа» в Мадриде и в разных уголках Сории. Речь идет о классическом кинематографе. Вероятно, эта работа принесла больше всего дохода мэтра Голдвин Майер после рекордного по кассовому сбору фильма «Унесенное ветром». Понятно, что цены на входные билеты сейчас иные. Но в свое время фильм заработал более 200 миллионов долларов. Таким образом, речь идет об одном из самых крупных успехов мирового кинематографа. Ну а все началось с того, что продюсер Карло Понти проявил интерес к приобретению прав на экранизацию «Доктора Живаго» и изданного Джан Джакама Фильтринелли в Италии. Кстати, история этого издания сама по себе может служить сюжетом для триллера. Ведь в Советском Союзе роман был запрещен. Итак, Понти, известный к тому времени по работе над картиной «Война и мир», снятой в 1956 году, и «Дорога Филлини» приобрел права и смог заинтересовать мэтра Голдвин Майер своим проектом. Проектом поистине грандиозным. Выбрал Испанию для съемок художник-постановщик Джон Бокс после того, как пытался найти площадку в других странах, в том числе в Югославии. Кстати, среди возможных кандидатов на съемки была и Россия. Но советские власти, как и следовало ожидать, отказали, учитывая, что роман в СССР не издавался, а его автор подвергался в последние годы жизни, Пастернак скончался в 1960 году, постоянной травле. Считается, что Испания в качестве площадки для съемок была выбрана по нескольким причинам. О чем идет речь? Во-первых, в то время здесь снимали свои фильмы многие иностранные режиссеры из соображений экономии. В Испании снимать было дешевле, чем в других странах. Во-вторых, из природного разнообразия страны. К примеру, юго-восточная провинция Альмерии с ее каменистой и холмистой пустыней была очень хороша для создания вестернов. Там даже был построен бутафорский поселок с жилыми домами, банками и салунами, имитирующие американский Дикий Запад. И в этом месте, получившем название «Мини-Голливуд», были сняты десятки фильмов. Ну а создателей доктора Живаго интересовала не засушливая пустыня, а северный регион страны, где зимой обычно лежал снег, без которого, естественно, картину о России снимать было нельзя. В-третьих, в Испании к тому времени действовала уже упомянутая довольно крупная студия «Цеа», имевшая все необходимое для организации съемок для самых престижных кинопроектов. Впрочем, все это, по мнению кинокритика Гарси, лишь способствовало работе над фильмом. Залогом успеха был выбор, сделанный продюсером Понти и компанией «Метро Голдвин Майер» в пользу режиссера Дэвида Лина – Хосе Луис Гарси. Они сразу решили, что лучшим режиссером будущего фильма мог бы стать Дэвид Лин. К тому времени он создал такие картины, как «Мост через реку Квай» и «Лоуренс Аравийский», который, кстати, тоже снимался в Испании. Эти фильмы получили самые престижные награды. Ну а начало работы над доктором Живаго было отмечено несвойственной для кинематографической практики истории. Когда гора пошла к Магомеду, а не Магомед горе, президент «Метро Голдвин Майер» Роберт О'Брайан лично отправился в Европу, в Рим, чтобы поговорить с Дэвидом Лином. Он предложил ему контракт, который не имел до этого ни один режиссер. Речь шла не только о солидной части будущей выручки, но и о беспрецедентной для режиссера ни до этого, ни после зарплате. Впрочем, сам Дэвид Лин думал об экранизации романа еще до сделанного ему предложения. Он вспоминал, что впервые познакомился с доктором Живаго во время путешествия на корабле из Америки в Европу. Режиссер начал чтение и в первую же ночь прочел больше половины книги, написанной почти на 500 страницах. На следующий день закончил чтение, которое его очень взволновало и неоднократно заставляло всплакнуть. Подписывая контракт, Лин поставил условия перед Понти и Метро Голдвин Майер. Сценаристом должен стать Роберт Болт, с которым он работал над Лоуренсом Аравийским. С этим требованием, естественно, все согласились. В принципе, Лин взял на себя все руководство, так что продюсер даже не появлялся на съемочной площадке. Ну а Болт работал в мадридском отеле «Ричмонд». Он адаптировал для фильма содержание романа, резко сократив число персонажей. На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Доктор Живаго» в Испании. О роли этой книги и особенно снятого по роману фильма рассказывает Виктор Черецкий. Съемки фильма продолжались без малого год, с декабря 1964 по октябрь 1965. В течение пяти месяцев в мадридском пригороде Канильес, в районе возникшей здесь впоследствии улицы Сильвану, на пустыре в 20 тысяч квадратных метров возводилась Бутафорская Москва. На стройке было задействовано 800 испанцев. Что им пришлось сделать? Были построены две улицы, фасады 60 зданий. Каждая улица длиной в 700 с лишним метров. Одна из них изображала исторический центр города. Здесь построили церкви, воссоздали Кремль, собор Василия Блаженного, проложили рельсы, по которым двигался старинный трамвай, предоставленный для съемок мадридским транспортным управлением. Вторая улица изображала рабочий район с фабричным зданием. Кстати, речь шла не только о бутафорских фасадах. В Канилиес были построены три полноценных здания с интерьерами, изображавшими жилье героев. Теперь на улице Сильвана установлен стенд с описанием проходивших здесь съемок. Много времени заняла и подготовка к работе в Сории, где, кстати, снимались не только сцены, связанные с событиями гражданской, но и Первой мировой войны. Съемки велись и в провинции Саламанка у плотины Альдая Давила, на реке Дуэра, которая появляется в начале и в конце фильма, а также в предгорье Сьероневады, в провинции Гранада. Сьероневада изображала Уральские горы. Впрочем, для съемки некоторых зимних сцен, в том числе панорамных, кинематографистам все же пришлось отправиться в марте 65-го года в Финляндию. И здесь их ждал неприятный сюрприз. Температура падала до минус 40 градусов. Кстати, первоначально существовала идея снимать всю картину только в Финляндии. Но от нее отказались из-за отсутствия в этой стране киностудии, способные оказать помощь в реализации проекта. Отдельные сцены снимались также в Канаде. Кинокритик Хосе-Луис Гарси. Фильм начали снимать в Испании, построили улицы, воспроизводящие старую Москву на фоне Кремля. Фильм получился продолжительным, более трех часов. Но это вполне оправданно. Особо хочу отметить участие в нем испанцев, наших известных кинематографистов. В режиссерской группе трудился ныне покойный Агустин Пастор. В группе художника-постановщика Хиль Паронда. Художником по реквизиту был Хулиан Матеос. Способствовали успеху картины и другие испанцы. Доктор Живаго – это, безусловно, великое творение. Съемки фильма, который, кстати, в российский прокат попал лишь в 1994 году, велись с размахом. К примеру, когда по сюжету потребовалось показать цветущее поле, а дело было зимой, то дирекция картины закупила в Голландии 7 тысяч нарциссов, и они были высажены на площадке в ссоре и выбранной для съемок. А в массовках снимались до трех тысяч человек. Любопытно, что одна из них – ночное шествие под красными флагами с пением интернационала – повергло в ужас оказавшийся поблизости полицейский патруль. Так что кинематографистам пришлось срочно объяснять служителям порядка, мол, речь идет не о протесте против правящего режима генерала Франка, а лишь о съемке исторического фильма. Попытки полиции переписать всех участников массовки, певших «Интернационал», были пресечены самими испанскими властями ради сохранения либерального имиджа Испании, который все годы распространяли в мире деятелей франкистской диктатуры. Продолжая тему участия испанцев в съемках, отметим, что особая роль принадлежала железнодорожникам. Известно, что многое в романе и, соответственно, в картине в той или иной степени связано с вокзалами, вагонами и составами, мчащимися по бескрайним просторам России. Съемки велись на железнодорожном вокзале Дали Исиес в Мадриде, который в 60-х годах еще действовал, а сейчас используется как музей железнодорожного транспорта. Здесь Живаго встречал свою невесту Тоню, которую исполняла Джеральдина Чаплин. Но основные железнодорожные съемки все же имели место в Сории, причем в восьми разных местах этого региона. Испанская железнодорожная компания Ренфе предоставила с этой целью имевшиеся у нее старинные локомотивы и вагоны. Некоторые из них можно увидеть сейчас в музее на бывшем вокзале Дали Исиес. Впрочем, какие только специалисты не привлекались к съемкам фильма. Понадобился даже дрессировщик собак. Он должен был подготовить сцену с волками. Чтобы изобразить их стаю, использовались овчарки. Вспоминает дрессировщик Бенито Марин. Для записи одной сцены мне велели выдрессировать собак, чтобы они вели себя как волки. Вы можете себе представить, собакам предстояло сыграть волков. Мне пришлось немало потрудиться, ведь мои собачки были очень ласковыми и дружелюбными, а им надо было выглядеть злобными и агрессивными. В конце концов, этого удалось достичь. Собак я подготовил соответствующим образом. Сцена была довольно короткой, но готовить ее пришлось долго. Между тем, неприятный сюрприз. Режиссеру Лину приготовила природа Испании. Дело в том, что зимой 64-65 годов в провинции Сория, выбранной для съемок именно из-за своих снежных зим, практически не было снега, хотя в другие годы, в последние 50 лет, он выпадал там регулярно. Снег и лед требовались и для съемок в Мадриде, где, разумеется, ни того, ни другого не было. Тем не менее, выход был найден. Снег имитировала мраморная крошка, но не только. К примеру, эффект обледенения усадьбы Варыкина и внутри и снаружи здания был достигнут с помощью застывшего парафина, соли и простыней. Сцена у обледеневшего окна, которая оттаивает от дыхания Лары, сняли благодаря сухому льду, который растапливали потоком теплого воздуха с другой стороны окна и кусочком слюды. Бутафорская усадьба была построена в местности под названием Канделичера в Сории. Работа над зимними сценами шла и летом 65-го года на 40-градусной жаре, поскольку снять их зимой не успели. И здесь больше всего страдали актеры, одетые в теплую одежду. Вдобавок, грузовики-трейлеры, которые использовались в ходе съемок на природе, где одевались исполнители, не были оборудованы кондиционерами. Так что гримерам то и дело приходилось вытирать пот с их лиц и подправлять грим. Летом снималась, к примеру, и сцена форсирования конницей замерзшего озера. На забетонированную большую площадку насыпали мраморную крошку. А чтобы на льду скользили и падали лошади, в некоторых местах под крошку положили стальные листы. Кстати, для батальных сцен привлекались 500 солдат испанской армии. Об этом вспоминает Сантьяго Торрес, работавший на съемках доктора Живагу ассистентом оператора. Сцену с кавалерийской атакой снимали в первых числах июня. Яркое для этого времени года солнце пришлось закрыть тучами, дымовыми шашками. И в конце концов у нас получился совсем зимний пейзаж. Мне больше всего нравилось участвовать в съемках подобных трюков. Удивительно, что доктора Живагу в Испании знают все. Это при том, что у нас снимались многие известные фильмы, вошедшие в историю кинематографа. К примеру, Николай Александр про последнюю российскую императорскую семью. Но о нем уже все забыли, как о фильме «Полуночные колокола» и о десятках других. Люди помнят только Живагу. На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача Виктора Черецкого «Доктор Живага» в Испании. По иронии судьбы, примерно на половине участка в Мадриде, где размещалась Бутафорская Москва, в 2003 году для любителей зимних видов спорта построили грандиозный так называемый «Ледовый дворец». Там можно играть в хоккей, керлинг, заниматься фигурным катанием или просто кататься на коньках. С искусственным льдом отныне в этих местах, в отличие от 60-х годов, когда здесь снимался доктор Живага, проблем нет. По поводу снега и льда, климатических особенностей, с которыми пришлось столкнуться актером в Испании, очень любил пошутить покойный Амар Шариф, исполнитель главной роли доктора Живагу. Я познакомился с Амаром в 90-е годы, когда работал в Каире, а затем встречался с ним в Испании, куда актер, уже будучи в преклонном возрасте, приезжал неоднократно. Помню, как в одной из бесед он пожаловался, что, не зная русского, не смог прочитать роман в подлиннике. На это я ответил, что он не одинок. Многие россияне, я в том числе, тоже могли в свое время читать роман Пастернака лишь на английском, французском или каком-то ином языке, одолжив книгу у знакомых иностранцев. Ведь достать в Советском Союзе роман на русском было значительно труднее и рискованней. Что касается Испании, то Шарифа связывала с ней не только работа над образом Живага. Здесь в свое время жили его родители, сестра с мужем-испанцем и детьми. Сам Амар одно время тоже жил в Испании, неплохо говорил по-испански. Так что работать здесь ему было комфортно. А в последние годы жизни, в каждый свой приезд, он непременно выступал перед своими многочисленными поклонниками. И никогда не терял своей обаятельной улыбки и своего юмора, чаще всего подсмеиваясь над самим собой. Нередко актеру приходилось отвечать на вопрос, как ему, уроженцу Египта, соответствующий внешностью и темпераментом, удается играть россиян. Причем речь идет не только о докторе Живага, но и о других героях. И вот что отвечал на это Амар Шариф. Я не знаю. Я египтянин и думаю, что это ненормально, что мне дают играть русских. Хотя здесь есть определенная логика. Я думаю, что мы, жители Востока, жители Средиземноморья, благодаря нашей сентиментальности близки к русским. Нам, как и им, нравится, к примеру, игра на скрипке. Мы от нее плачем. И одновременно этим мы отличаемся от англосаксов, которые очень далеки от нас и от русских. Ну а доктор Живага, к тому же, настолько сентиментален и романтичен, что больше нравится женщинам, чем мужчинам. Я знаю много молодых женщин, которых зовут Лара. Они родились после выхода на экран нашей картины. Их мамы, посмотрев фильм, назвали дочерей Лара. Играть россиян Амару Шарифу приходилось неоднократно. В мелодраме «Анастасия, загадка Анны» зрители увидели Шарифа в образе царя Николая II. В многосерийной ленте «Петр Великий» он сыграл князя Рамадановского. А в картине «Екатерина Великая» перевоплотился в фаворита царицы графа Разумовского. Последняя работа Амара Шарифа с русским материалом – драма режиссера Анджио Вайде «Бесы» по роману Достоевского. С Россией Амара Шарифа, где ему довелось участвовать в съемках, были связаны не лучшие воспоминания. Хотя он всегда рассказывал об этом без обиды и со свойственным ему юмором. Доктора Живаго сняли в Испании. Со снегом, так, чтобы все походило на Россию, но все же в Испании. Однако в последующие годы мне довелось сниматься непосредственно в России. Съемки были жуткими, потому что еда была непривычной, на мой взгляд, очень плохой, а мороз достигал минус 30. Но самое страшное – в отеле работала одна очень неприветливая полная дама. Она восседала в коридоре и смотрела, кто входит и выходит из комнат постояльцев. Я спрашивал, почему она это делает. Мне отвечали, потому что вход посторонним запрещен. Ну а мне предстояло находиться в России пять месяцев, и я не мог обойтись без визитов знакомых, к примеру, какой-нибудь подруге. Наконец я отправился к этой полной даме со своим переводчиком и объяснил ей, что хотел бы хотя бы один раз в месяц принимать гостей. Нет. А ведь нет – в России страшное слово. Потому что когда отрицание звучит на других языках, оно оставляет надежду. А русское «нет» никакой надежды не оставляет. Я уже старый, мне многого не надо, один разок в месяц. Нет. Прошло пять месяцев, и когда закончилась съемка, оказалось, что у меня повысилось давление, хотя до этого оно никогда не повышалось. Речь шла о здоровье. Так что мне пришлось восстанавливаться в санатории. И одному, только одному, без женщин, потому что в России я забыл, что это такое. Я забыл, как это было. И созданного в 90-е годы документального фильма. Однажды Лин мне сказал, «Я жду от тебя нечто очень сложное для актера. Хочу, чтобы ты абсолютно ничего не делал, вообще не играл. Не выказывай эмоции, ни на что не реагируй, не делай ничего». Я спросил у Лина, почему? Он ответил, «Потому что, работая над сценарием, мы не смогли найти способ показать, что этот человек – поэт. Мы не можем заставить его читать стихи. И решили, что все происходящее будет смотреться его, то есть твоими глазами. Все сцены, где ты будешь появляться, будут сценами других актеров. Ну а ты должен набраться терпения и ничего не делать, только смотреть». И вот начались съемки. Я слышал, что говорят коллеги, просматривая результаты дневной работы. Они говорили, «Джули Кристи, исполнительница роли Лары, великолепна». Рой Стайгер, адвокат Виктор Комаровский, фантастичен. Том Кортни, революционер Паша Антипов, очень хорош. Джеральдин Чаплин, гениально. Говорили и о других актерах, но я никогда не слышал, чтобы кто-то сказал «Омар великолепен». Меня беспокоили мысли о том, что я ничего не делаю. Однажды ночью у меня не выдержали нервы. Я позвонил Дэвиду и сказал, «Ты ошибся, дав мне эту роль. Я никуда не гожусь, я плохо играю». И он тут же ко мне приехал, хотя это было для него несвойственно, встать ночью с постели и куда-то ехать. Лин спросил, «Ты мне не доверяешь? Делай то, что я тебе говорю. Я вообще не хочу, чтобы кто-то думал сейчас, что живаго великолепен. Но если все пойдет, как я задумал, после окончания каждого просмотра в кинотеатрах зрители будут думать только о тебе». Так оно и вышло. Амар Шариф заканчивал свое интервью утверждением, что в конце концов ему очень понравилась роль доктора Живагу. «Не хотелось быть таким, как он, ведь он был безупречен. Он был добрым и терпимым к людям», отметил Амар и не удержался от очередной шутки. «Я так вжился в роль, что моя секретарша и моя домработница мне сказали, что во время съемок я был значительно более любезен и щедр с ними, чем обычно». Доктор Живага в Испании. О роли романа и особенно фильма рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем передачу. Спорт как образ жизни, как целая культура со своими мифами и легендами, иногда чуть ли не религия – это явление хорошо известно по всему миру. Наш тбилистский автор Георгий Кабаладзе рассказывает о значении футбола для Грузии, о ярких цветах на сером советском фоне. 13 мая 1981 года Грузия прильнула к экранам телевизоров. Всей семьей вместе с бабушкой. Они, конечно, мало что понимали в футболе, но чувствовали особое волнение детей и внуков, поэтому считали своим семейным долгом поддержать их в столь важный момент. В тот вечер в финале Кубка обладателей европейских кубков. Динамо Тбилиси, по сути, сборная Грузии, играла в Дюссельдорфе с командой Карл Цейс-Ена из ГДР. Динамовцы победили и завоевали один из самых престижных тогда европейских и мировых кубков. Первый гол забил Осетин Владимир Гуцаев, а второй победный абхазец в Италии Тараселье. «Ликует столица Грузии! Ликует вся наша страна!» Торжественным тоном сказал спортивный комментатор Коте Махарадзе. Он никогда не уточнял, имел ли в виду Грузию, либо весь Советский Союз. А той ночью Тбилиси действительно ликовал. Сотни тысяч людей вышли на улицы, пели, танцевали, обнимались, пили за здоровье героев Дюссельдорфа. Это была третья большая демонстрация на Тбилисских улицах в новейшей истории страны. 9 марта 1956 года примерно такая же многочисленная демонстрация выступила в защиту чести и достоинства Иосифа Сталина после доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС. Демонстрация была расстреляна советскими войсками. Погибли десятки человек, сотни ранены. Многие пропали без вести. А 14 апреля 1978 года бурная демонстрация в защиту грузинского как государственного языка в Грузинской ССР. Тогда обошлось без расстрела. Коммунистическим властям республики во главе с Эдуардом Шаварнадзе даже пришлось пойти на уступку и сохранить соответствующую запись в Конституции республики. Но демонстрация в ночь на 14 мая стала светлым праздником, и никто не ждал никаких осложнений, хотя спонтанные массовые демонстрации в Советском Союзе никогда не приветствовались, невзирая на их характер и суть. Чуть позднее, когда престарелый глава КПСС из Советского государства, Леонид Брежнев, посещал Грузию и с огромным трудом читал приветствия по случаю 60-й годовщины установления советской власти, ну то есть оккупации социал-демократической Грузии 11-й Красной Армии. Леонид Ильич по совету неглупых спичрайтеров, почувствовавших важность события, отметил в своей нудной речи «Порадовали и динамовцы Тбилиси, завоевав один из самых почетных европейских кубков». Конец цитаты. Партийный актив Грузинской ССР аплодировал этим словам особенно бурно, причем совершенно искренне. «Футбол и чудо в Дюссельдорфе», где, по примечательной оценке одного из болельщиков, «мы победили гением футбола немцев на немецкой земле», объединило всех, от партийного активиста до диссидента. Кубок кубков стал вершиной истории грузинского футбола. К победе в Дюссельдорфе он шел долго и упорно, через несколько поколений замечательных футболистов, начиная с плеяда Михаила Месхи и Славы Митровели, завоевавших титул чемпионов СССР в 1964 году, до поколения Давида Кипьяни, Вовы Гуцаева и Александра Чивадзе. Они завоевали сначала чемпионство СССР, а в ходе розыгрыша Кубка чемпионов европейских стран подарили ценителям футбола несколько незабываемых матчей, один из них триумфальный. Победа над Ливерпулем. На радостях болельщики чуть не сожгли стадион имени Владимира Ильича Ленина, поджигая факелы, сооруженные из газет, служивших сидениями. Футбол в те времена называли светлым окошком, струей свежего воздуха в мрачной и смрадной тюремной камере. Мы, студенты времен краткой, но действительно мрачной пятилетки похорон, ездили с Тбилиси в местечко Пантеани, чтобы как-то поймать спутниковый сигнал, предназначенной Турции и посмотреть матчи легендарного звездного туринского Ювентуса. Но, несмотря на это, мы болели не за Ливерпуль, а родное Динамо. И совершенно искренне. Иного быть просто не могло. Гордым, казалось бы, и своенравным грузинам, и не только грузинам, вряд ли такая практика была характерна только для грузинской ССР. Как-то не приходило в голову выступить против такой явной несправедливости в царстве социальной справедливости в Советском Союзе. Сегодня, вспоминая то и исчезнувшее государство, важно вспомнить и другое. В парке Муштейд рядом с главным стадионом с 1960-х годов регулярно собирались великие тбилисские болельщики, истинные знатоки футбола. Но они там рассуждали не только об очередном матче между тбилисским и московским «Динамо», не только о минувшем чемпионате мира Генни Пеле и Ди Стефан. Эти разговоры плавно и естественно переходили на обсуждение политики. Люди задавали вопросы, которые невозможно было услышать по радио. Ну, например, оправдали, что к убийству Кеннеди переложили руку «наши». И вот что удивительно, те самые вездесущие «наши» в такие разговоры не вмешивались. Начиная с оттепеля Хрущева, никого за это не арестовывали и не сажали. Ведь люди обсуждали футбол. Но и не только футбол. Оправдали, что у Сталина было трое детей, дочь и двое сыновей? И неужели дочь сбежала в Америку? В это трудно поверить, но в 60-х годах никто точно ничего не знал. Да и невозможно было узнать точно, что и как. Оправдали, что парни с соседней улицы гибнут в Афганистане, где, как говорят, бушует страшная война? И опять-таки, никто в эти крамольные разговоры не вмешивался. Всевидящее око и вездесущее ухо КГБ не считало возможным и необходимым наказывать людей и запрещать им встречаться для обсуждения футбола. А вот один из болельщиков, задав вопрос о причинах очередного проигрыша сборной СССР в Тбилиси, да сборная почему-то очень любила играть именно в грузинской столице, вспомнил легенду, как московская «Динамо» в начале 50-х годов играла в столице товарищеский матч с одним из английских клубов и проиграла первый тайм со счетом 0-2. И как в перерыве в раздевалку к «Динамовцам» нагрянул куратор спортивного общества «Динамо» всемогущий Лаврентий Палыч Берия, что-то тихо сказал футболистам, а также тренеру. И они выиграли второй тайм со счетом 3-2. И все смеялись. А один из завсегдатей в парке Муштаид многозначительно сказал, имея в виду Иосифа Джугашвили, «Да, тогда у Советского Союза другой тренер был», все согласно кивали головой, и костерили Никиту, обидевшего и оклеветавшего, по их мнению, на 20-м съезде великого Сталина. Советский футбол. Яркие цвета на сером фоне. Рассказывает Георгий Кабаладзе. Помню, как-то в парке Муштаид взрослые обсуждали решение руководства страны не отправлять сборную СССР на чемпионат мира в Чили, где тогда свирепствовала военная хунта во главе с Пиночетом, потому что, как совершенно искренне, без всякой пропаганды, именно из-за уважения к гуманистическим ценностям футбольного феномена говорили болельщики, «Разве можно играть в футбол на стадионе и на футбольном поле, где пытали и расстреливали людей?» И действительно, болельщики, фанатично любящие футбол, никак не могли понять, как же так футбол, футбольное поле, футбольный стадион и пытки, кровь, расстреливали людей прямо на футбольном поле. А ведь все это было правдой. Об этом в том числе людям рассказывала «Радио Свобода» через рев советских глушилок. Никакая советская пропаганда о борьбе двух миров не была в состоянии создать столь искреннее отвращение кровавой военной диктатуре Пиночета. Зато он на это оказался способен светлый, добрый, чистый, любимый феномен футбола. Но своеобразие советского образа жизни и своевольность, а также непробиваемая тупость, бездарность советско-партийной бюрократии тогда проявлялись и в чисто футбольных делах. Бывший нападающий Динамо Тбилиси и сборной СССР Владимир Вова Гуцаев в беседе со мной вспомнил о казусе 1982 года, когда по решению чуть ли не Политбюро ЦК КПСС в сборную Советского Союза были назначены сразу три главных тренера. Москвич Константин Бесков, киевлянин Валерий Лобановский и тбилисец Нодар Ахалкации. Причем формально все трое были равны, однако Москвич Бесков, перефразируя Оруэлла, был ровнее двух других. Я такого идиотизма в жизни не видел, что трех тренеров, которые у всех своя концепция, у всех свой взгляд на футбол, у всех свой взгляд на подготовку футболистов, на тактические эти и поставить их в одну сборную. Я понимаю, что в сборной должен быть один тренер и даже все эти помощники должны быть единомышленники. Они должны думать об одной тактической схеме, об одних и тех же футболистах, а собрать этот футбольный сброд в хорошем понятии, потому что я очень сильно, вы знаете, что я люблю Ахалкации как своего наставника, очень сильно и уважаю Валерия Васильевича Лобановского, потому что это один из величайших тренеров вообще современности. Но собрать вот этот сброд могли только советские функционеры, этот идиотизм, который они сделали. Они много идиотизма уделили. Я вам скажу еще другое, когда они все в четвертом году в футбольную команду ЦСКА поставили великого хоккейного тренера Тарасова. Даже этот идиотизм делали. Так что как можно этому удивляться и как можно в это во что-то верить и что-то обижаться на что-то. Они сами должны на себя обижаться, по-моему, такие люди, как Бесков, и эти функционеры, кто там был начальник футбола тогда, я не знаю, уже не помню. Отметил Вова Гуцаев. В решающем матче испанского чемпионата мира сборная СССР встретилась со сборной Польши. Тогда в Польше действовало военное положение, объявленное генералом Войцехом Ярузельским для подавления антикоммунистического движения. Тот безрадостный политический матч на всемирном празднике футбола стал олицетворением болота, в которое превратился Советский Союз и весь так называемый социалистический лагерь. А грузинские болельщики, регулярно собиравшиеся в тбилисских парках для обсуждения футбольных новостей, не без злорадства говорили, что если бы Москва взяла в Испанию нашего Вову, он смог бы осушить болото в матче с Польшей кинжальными прорывами по правому флангу. Вова Гуцаев в беседе со мной с горечью вспоминает и о том, что, как ему казалось и кажется до сих пор, тбилисцев часто дискриминировали в пользу москвичей при комплектовании сборной СССР. Вся Грузия тогда говорила, что Константин Бесков якобы злонамеренно не пригласил в сборную на чемпионат мира в Испании 1982 года. Безусловно, одного из лучших полузащитников мирового футбола Давида Кипьяни и, несомненно, лучшего в СССР правого, нападающего Вову Гуцаеву. Возможно, Вова тут ошибается, и его восприятие неверно. В конце концов, Константин Бесков был безусловно великим тренером. Он создал одну из лучших команд в истории советского футбола, «Спартак-Москва», с ее особенным, уникальным стилем игры, так не похожим на стиль дебилисского и киевского «Динамо». Но восприятие самого футболиста, а также миллионов грузинских болельщиков, в любом случае влияло на отношение к союзному центру на перифериях огромной империи, в том числе в Грузии. И это тоже часть феномена футбола с ее огромным значением в те времена при формировании ценностей социума. Более того, именно эти обиды, в конце концов, и превратили футбольную независимость в одно из главных требований грузин с конца 80-х годов прошлого века. Дебилисская «Динамо» вышла из чемпионата СССР и безуспешно добивалась от УФА признания футбольной независимости. Но европейские чиновники, в частности, тогдашний президент УФА и Озеф Блаттер, ответили резко и сухо. «ФИФА и УФА признают на территории страны только одну федерацию футбола». Конец цитаты. Между строк читалось. «Вот когда, если Грузия станет независимым государством, тогда мы и позволим вашей сборной играть на чемпионатах мира и Европы». «Так давайте в таком случае объявим государственную независимость», говорили тогда многие грузинские болельщики, «лишь бы наш футбол блеснул на чемпионатах мира и Европы». Но блеснуть не удалось. Вскоре оказалось, что у грузинского футбола нет тех ресурсов, которые были у великой державы. Кстати, тогда же, после выхода «Динамо» из чемпионата СССР, проявились первые противоречия между Тбилисией и Сухуми. Абхазия заявила, что она остается в федерации футбола СССР и будет продолжать играть в советском чемпионате. И тут произошла очень интересная вещь. В 1989 году, когда бывший тренер Тбилисского «Динамо» Нодар Ахалкаци, будучи президентом Федерации футбола Грузии, стал инициатором прекращения участия в чемпионатах СССР всех уровней, многие видные футбольные деятели, тот же Коте Махарадзе и самые знаменитые игроки, в том числе Давид Кипьяни и Вова Гуцаев, выступили против такого решения. В Грузии разразилось, как тогда шутили, но шутили мрачно, чуть ли не футбольная гражданская война, которая вскоре, через год-полтора, стала одним из, не самым важным, но, безусловно, одним из факторов настоящей братоубийственной гражданской войны уже после распада СССР. Потому что люди привыкли ругать московских футбольных начальников, привыкли сердито кивать на московских судей и тренеров, но, как мне говорил тогда один из болельщиков старшего поколения, они не могли жить без советского футбольного чемпионата, без приятных волнений перед матчем нашего «Динамо» с московским «Спартаком», радости, победы, даже горечи поражений, с надеждой на реванш через год в Дбилиси или Москве. Советский футбол. Яркие цвета на сером фоне. Рассказывает Георгий Кабаладзе. Футбол был частью жизненного уклада миллионов людей, а со стороны движения, назвавшего себя национально-освободительным, оказалось в высшей степени безответственным такое отношение к привычному укладу людей, целых поколений, выросших, как тогда говорили, «в эпоху Михаила Месхи» или «в эпоху Давида Рипиани». А в постсоветскую эпоху футбол стал носителем тех же пороков, что и само общество. Родного брата-защитника футбольного клуба «Милан» Кахи Каладзе похитили и убили бандиты, требуя выкуп. Власти Грузии долго скрывали эту страшную правду от Кахи, успокаивали его продолжающимся расследованием и поисками. Президент Грузии Эдвард Чаварнадзе боялся, что, узнав о смерти брата, Кахи Каладзе откажется от игры за сборную. Он отказался, но уже в иные времена, в знак протеста против диктаторского, по его мнению, режима президента Саакашвили. А советская традиция договорных матчей проявилась и в позорном инциденте, когда футбольное начальство независимой Грузии попыталось подкупить судью перед матчем с западной командой. Но тот сразу тайно сообщил об этом в штаб-квартиру ОФА. С другой стороны, за всю историю Дубльского Динамо не было ни одного случая бегства футболиста на запад. В отличие от балерунов, актеров, режиссеров и художников, никто из футболистов, как тогда говорили, не сбежал во время очередного матча, обратившись к местным властям за политическим убежищем. Ведь Саша Чивадзе, Давид Кипиани могли украсить и значительно усилить любой футбольный грант. Им бы платили огромные деньги. Но, как это ни парадоксально, именно закрытость советского общества при абсолютно искренней любви советского народа к футболу создавали футболистам особый социальный статус. И они не хотели его терять в обмен на любые деньги. Да если бы покойный Дату Кипиани сбежал на запад, это было бы воспринято не как измена СССР, а как измена Грузии и своей родине. В сезоне 1980-81 годов в ходе розыгрыша Кубка обладателей Кубков динамовцы Тбилиси одержали несколько блистательных побед. В Лондоне с Вестхем Юнайтед и дома с голландским Феонордом. Наконец, победа в финале Кубка Кубков над Карлсей Сьена. И уже тогда заговорили о грузинском футбольном феномене. Маленькая горная страна, где построить стадион на ровном месте не всегда легко решаемая задача. Добилась ощутимых успехов на грандиозном европейском футбольном поприще. Подарила мировому футболу несколько футболистов безусловно высшего класса. Ряд союзных республик, обладавших гораздо большими ресурсами, чем Грузия, не добивался таких успехов. В чем же причина? Известный художник, бывший ректор Тбилисской художественной академии профессор Георгий Бугадзе уверен, в Грузии существовал особый социальный запрос на футбол, как проявление духа сопротивления империи, как условие сохранения национальной идентичности и национального возрождения. Советский футбол был, конечно, чисто советским феноменом, но в отличие от многих других чисто советских феноменов, парадоксальность футбола состояла еще и в том, что всей своей гениальностью, изначальным благородством, совершенно искренней любовью народа, он по неволе легитимизировал, облагораживал и прикипал нас к той самой советской империи и даже к режиму, который очень искусно пользовался нашей такой зависимостью. Так же, как, например, братья Стругацкие. Это ведь чисто советский феномен. Он мог существовать только в тогдашних советских условиях. При всем уважении к Айзеку Азимову и даже Станиславу Лему, Стругацкие по глубине и философскому смыслу своих лучших произведений это все же, безусловно, другой уровень. Или замечательные фильмы Эльдара Рязанова. Ведь мы, советские люди, каждую новогоднюю ночь смотрели его иронию судьбы, не замечая, что при всей своей скрытой антирежимности этот гениальный фильм, который мы так любили, поневоле легитимизировал чисто советский новогодний праздник, которого в такой форме не было и нет нигде в мире. Вот как на эту тему высказался Георгий Бугадзе. Да, я согласен с вами. Геодан Элья тоже, это же советский фильм, и Паспорт последний фильм, которого мы не знаем. Это тоже советский фильм, в прямом смысле это касается советского паспорта. Ну, кузовский характер там показано. Между прочим, играет француз, главного героя. Это тоже парадокс, да, и Мимино, который сам по себе гениальный артист, и гениальный фильм. Ну, это советский фильм, потому что Леонов такой человек, который... И вот добряк, русский добряк, который вот помогает, потому что похож на своего друга, значит, на какого-то мизонария, не знаю, или как-то были на войне, если помните. Так что, это все так, прикидывало. Ну, конечно, это было для... чтобы это... как хорошо, вместе как хорошо живется, и, в общем, это было так. Представьте себе вот такой вопрос. Вы уже помните, знаете, что Динамо, это, значит, это государственное... МВД. МВД, ну, конечно. Еще со времен Берия. Берия, ну, конечно, ну, не только Берия, там и Берия, и до этого тоже были, которые касались, в общем, этого НКВД и всяких, после этого КГБ и ВВД вместе взятые, у меня был всегда вопрос, почему очень, нам очень сложно было играть с носковским Динамо? Представьте себе, это что же и МВД, и Центральное, да? Да. Почему? Это же не, вот, как сказать, иерархичный момент, ну, что они все-таки из Москвы, и, в общем, надо как-то вот по-другому действовать. Там идеология работала. Очень интересно. Это если перевести сегодняшнюю ситуацию, значит, в политике, точно-точно так. С украинцами можем какие-то слова сказать, что они вот такие, 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 а что касается Москвы, там немножко стараемся выкоровкаться, или ничего не сказать, это комплекс, комплекс подчиненности, так что это сидит все-таки у нас, к сожалению. Но я думаю, честное слово, думаю, что спорты, такие великие спортсмены, могут нам, возродить в нас чувство действительно независимости и гордости. Уверен Гея Бугадзе, нам не уйти от исторического факта. В Грузии, да и во всем Советском Союзе, футбол был накрепко связан с неистребимой тягой к свободе личности, его раскрепощения, в том числе с возрождением национального сознания. В 1975 году режиссер Нанам Чедлидзе сняла фильм «Первая ласточка» о зарождении футбола на Черноморском побережье огромной империи в начале 20 века. Последние кадры, как грузины поют национальную песню после проигрыша англичанам, точно передают главную социальную функцию, которую футбол всегда носил в Грузии и во всей империи. Бытует мнение, что после достижения независимости футбол в Грузии увял именно потому, что футболисты не выдержали грузоответственности нового социального запроса на компенсацию уязвленной национальной гордости после многочисленных поражений последних 30 лет новейшей истории Грузии. Но есть проблески надежды. В первую очередь это Хвича Кварцхелия. Его талант засверкал в одном из лучших команд Европы Наполи великого Диего Марадонны. Очередная плеяда талантливых футболистов оставляет грузинам надежду, что возродиться в новую эпоху стране в какой-то степени поможет благородный, добрый, демократичный и мирный гений футбола, как высокого искусства, греющего сердца миллионов болельщиков. О легендах и мифах грузинского футбола, о ярких цветах на сером советском фоне рассказывал наш тбилисский автор Георгий Кабаладзе. И завершит передачу одна из спортивных песен Владимира Высоцкого «Вратарь». Да, сегодня я в ударе не иначе надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мечи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучи кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко завернул, у меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул, обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе? Ну лишний раз потрогать мяч руками, ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось, но едва успел привстать, слышу снова, ну вот опять. Что, хватаешь мяч? Все обловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет, слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как мне бы. Это все-таки футбол, говорю. Нож по сердцу каждый холл вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Владимир Высоцкий, песня «Вратарь». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории и ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. На этот бал политического Красного Креста это уже было традиции, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, запустимым политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели Чернова, и Афксельцева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж, и только отчасти Женева. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ лави» — не периодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ лави». Книги, фильмы, фильмы, музыка. Сэ лави-сэ лави «Поверх барьеры» мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманием наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите почитать и послушать.